Большое, Геннадий Петрович, давайте вновь обратимся к нашей сегодняшней теме. Я хочу пригласить к нашему разговору доктора медицинских наук, профессора, врача, гастроэнтеролога. У нас в студии Александр Шрандак. Встречайте. Александр Петрович, здравствуйте. Доброе здоровье. Мы очень рады вас приветствовать вновь в нашей студии. Прошу, присаживайтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Александр Петрович, волнует вот какая тема. Как можно предотвратить заболевание желудочно-кишечного трактора? Как можно распознать, что желудок вот-вот начнет болеть? По каким признакам определить, что может наступить ухудшение? Я понял, Елена, вопрос. Во-первых, гастрит всегда имеет фон, то есть наследственность, раз. Потом мы выделяем несколько гастритов. Их огульно вот так лечить и давать совет. В повышенной кислотности, в пониженной кислотности. Дело в том, что недавно, не так давно врачи нашли то, что значительную роль в образовании гастрита играют некоторые бактерии. И вот поэтому я слышу те рецепты, которые помогают. Здесь есть такие травы, которые обладают бактерицидным эффектом, и поэтому эти рецепты действенные. А симптоматика гастрита, она не специфична. И, как правило, окончательный диагноз устанавливает, к сожалению, наши пациенты не любят это, на гастроскопии. Камера, которая попадает к нам в пищевод, она реально видит, что там происходит? Она реально видит, что там происходит. Или не хватает этих клеток, которые продуцируют кислоту. И тогда мы говорим о гастрите с пониженной кислотностью. Или их очень много, или они работают неправильно. Тогда это повышенная кислота. Часто бывает, что видят эрозии, то есть меленькие кровоточащие такие ранки в желтке. И тогда тоже особый подход. Но еще мы должны также учитывать и смежные заболевания. Холециститы, панкреатиты. Холецистит бывает с камнями, без камней. То есть проблем с желудочно-кишечным трактом огромное множество. И больной желудок – это не диагноз. Там диагнозов целый веет. Да, Елена, я бы даже возразил против такого понятия больной желудок. Больной человек. Вот эти все мероприятия, они должны начинаться не тогда, когда у нас появилось вздутие живота, когда появился неприятный какой-то или металлический вкус во рту, или горьковатый. Вот эти вот неприятные ощущения. Да, это все клиника гастрита. И тогда мы устанавливаем такой диагноз. Как правило, гастрит – это такая студенческая болезнь. Ставят ее в 95% случаев людям, тем, которые подвержены стрессу, или напряженно работают, или же перенесли какое-то психотравмирующее. Нервная жизнь, беспорядочное питание, так сказать. Да, беспорядочное питание. Трехразовое питание, извините, никто не отменял, несмотря на колоссальность. А еще лучше четырех-пятиразовое. Правильно. Еще замечательно. Скажите, пожалуйста, вот как вы вообще относитесь к голоду? Геннадий Петрович, например, считает, что как средство лечения его можно использовать. А как вы относитесь к голоду? Я отношусь хорошо к голоду. Единственное, что все-таки надо посоветоваться с врачом перед тем, как приступить к голоданию. Почему? Потому что неоднократно мы видели такую ситуацию, когда после голодания у людей появляются камни в желчном пузыре. Почему? Потому что желчь застаивалась, или человек готовился неправильно к голоданию, или голодал неправильно, да? При этом надо еще быть спокойным, ровным, да? Чтобы все стрессы отошли. То есть все системы и органы должны быть в состоянии покоя. И тогда голодание будет только на поле. Спасибо большое за вашу рассказ.